добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о том как богородица спасла девушку сержанта рассказ старшего сержанта василики плексиды ставшийся в живых после крушения вертолетов саран допора 19 апреля 2017 года во время которого погибли четверо офицеров 19 апреля 2017 года военный вертолет вылетел из литахора и после небольшой остановки в аэропорту города лариса полетел дальше когда вертолет пролетал ущелье нас накрыл густой туман мы врезались в холм я помню удар и страшную тряску я машинально перекрестилась и сказала присвятая богородица спаси меня сразу после этого я увидела богородицу она стояла прямо передо мной наяву где-то она была в красный плащ с золотой вышивкой а на голове у нее был золотой венец она была прекрасна лицо ее сияло и мне запомнилось что кожа у нее была белая вертолет наполнился благоуханием она наклонилась и обняла меня и я почувствовала что она меня поднимает вместе с креслом она с удивительной и необыкновенной легкостью вырвала сидение вместе с полом которому она была прикреплена и посадила меня на заднюю левую часть вертолета вместе с ним как это было я помню смутно она поставила сидение позади разбитого вертолета слева развернув меня спиной к месту аварии чтобы уберечь меня от этого ужасного зрелища авария произошла в 7 50 а нашли меня в 10 30 все это время богородица была со мной я не чувствовала как прошло это время когда я заплакала потому что была в шоке она обняла меня и сказала не плачь доченька и не бойся скоро я пришлю сюда человека и тебя найдут моя душа наполнилась умиротворением и спокойствием как если бы я оказалась в другом мире она говорила со мной тихо и нежно успокаивала и приободряла меня не бойся пожалуйста я с тобой когда меня обнаружили то на другом военном вертолете сразу отправили в салоники в военный госпиталь ушибов и переломов было много но все не тяжелые я не испытывала боли и не принимала обезболивающее лекарство муж принес мне в реанимацию освещенное масло надо сказать что во все полеты я всегда брала с собой образок матери божии почитаемую у нас икону окротериане на второй день она пришла ко мне в реанимацию и сказала что мое здоровье скоро поправится богородица меня попросила я хочу чтобы ты всем рассказала про чудо которое случилось с тобой чтобы укреплять веру людей перед грядущими последними событиями я пообещала есть что не стану скрывать это чудо выздоровела я очень быстро если в начале врачи предполагали что мне придется пролежать в больнице четыре месяца в итоге меня выписали через две с половиной недели после чудесного спасения василики один из ее лечащих врачей отметил что когда ее привезли в отделение от нее благоухало святым миром сказала богородица я хочу чтобы ты проповедовала чудо которое с тобой произошло чтобы укрепилась вера всех людей потому что приближаются последние времена и я ей это пообещала мой муж принес мне в больницу чудотворное масло и икону богородицы ократеряй все это я всегда имела с собой в одежде в которой летала еще я имела икону мученицы геранти санфусы чудотворное масло и святое четверо евангелия которое мне дал владыка и устин два месяца до крушения на вертолете и сказал вот это я хочу чтобы ты имела с собой при каждом полете и не забывай его кстати на один рейс до крушения я забыла его взять и сказала мне крисула которая является иконописцем монастыря на следующий рейс не забудь взять а следующий рейс был последний я взяла с собой и владыка и устин сказал мне вот это чтоб всегда имела при себе поэтому я тебе это дал он мне феврале а в апреле и произошло крушение все это я имела с собой также письмо господа иисуса христа все это духовное оружие потому что оно нас спасет а не военная техника и так богородица явилась мне второй раз в больнице и сняла с меня все боли со мной был мой муж его отпустили только на пять минут и он переживал потому что пришлось ему уйти а я ему говорю ты не видишь что я не одна здесь находится богородица и сказала мне богородица я хочу чтобы ты проповедовала чудо которое с тобой произошло чтобы укрепилась вера всех людей потому что приближаются последние времена и я пообещала что так и сделаю врачи мне сказали что я буду лежать в больнице 4 месяца потом два месяца в итоге я просидела две с половиной недели с помощью богородицы это очень сильное чудо сначала произошло мое спасение потом быстрое выздоровление после такого серьезного крушения потому что шесть с половиной месяцев назад я не знаю если бы я стояла в таком состоянии как сейчас нахожусь все это я должна при святой богородице сила а а а а Я, Госпаса, родила все души наши. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог.